и превзойдет, то вы не войдете в Царствие Божие. И эти слова тоже много раз мы читали и слышали. Фарисей плохой, и нечего на него смотреть. А вот здесь говорится, что праведность какая-то у него есть. И наша праведность должна быть выше этой фарисейской праведности. А как можно говорить выше или ниже, если ты не знаешь эту праведность? Вопрос сразу напрашивается. Значит, нужно разобрать, что это за праведность фарисеек, на которые Господь указал, и кто они такие. Посмотрим мы Слово Божие. Первая книга Ездры, 7 глава, 6 стих. И вот об Ездре говорится так, что он вышел из Абилона, и он был книжник, сведущий в законе Божием. Книжник. А здесь говорится, праведность книжников и фарисеев надо перезайти. И удивительный книжник. Я начал исследовать все эти места, и пришел к странному вопросу. Почему Ездры не канонизирован? Если не канонизирован, почему он не занесен в святки? Благодаря Ездры мы имеем Библию. Он собрал книги Ветхого Завета. То есть большего человека в Ветхом Завете трудно найти. Но написал пророк книга, одна, сохранилась, не сохранилась. Агей. Одна глава. Стоит в святках. Биография его известна. Его имя называется Агей. Такие монах вот у нас здесь принял имя Агей. Нигде Ездры нету. То есть те, которые не христиане, могут назвать. У евреев Ездра есть сегодня. Почему нет? Мне никто на этот вопрос не отвечает. Думаю, что все-таки это связано с тем, что не распространялось Слово Божие. Если бы те, которые в святки заносили людей, они бы поняли, что высшие Ездры вообще в Ветхом Завете никого нет. Это книжник, сведущий в Писании. И он положил основание восстановления Иерусалима. И таким именем, знающий Бога, закон, о нем отзывается император Артавсерд, Всемирной империи тогдашней. Это настоящий вождь еврейского народа. А он у нас, я перепровел все календари, нигде нет. Уж в конце жизни я только начал обращать внимание на это. И нашел, что Зарававеля нигде нет, строителя второго храма, который пришел, Христос. Да Заравель-то в тысячу раз вышел Соломона. Соломона тоже в святках нет. Потому что он позволил, да с его разрешения это, строили хамосу, разным богам. Он отступник самый настоящий был. Его в святках нет. И у русских, чтобы Соломоновна была, Соломонов никогда не встретишь. Потому что во имя Соломона никто не крестит. И Аарона нет. Почему? А идола кто сделал? А Заравель наоборот боролся. Седолопоклонцем и второй храм, вот так называется храм Зарававеля, по-первых, Соломонов. И его нет. Как будто приравнять Соломону. Вот эти странности, думаю, связаны с тем, что на первое место не ставилась проповедь Евангелия. Иначе бы, когда святки составлялись, и сказали, а кто больше сделал для пропаганды или как-то для распространения Слова Божия? Да никто, кроме Езры. Его в первую очередь поставим где на букву Е. Нет, его вообще не существует. И вот книга Еремия, восьмая глава, восьмой стих, говорит так. Вот вы говорите, что знает закон Божий, он у нас есть, а вот лживая трость книжников и его превращает в ложь. Значит, толкование уводит так далеко. Под этот стих подходят все сектанты. Это лживая трость толкования, Слово Божие превращает в ничто буквально, притом во вред к себе. Сегодня ни одного сектанта христианского не найдешь, у кого не было бы в руках Библии. Как они любят Библию. И ты найди, чтобы правильно толковали. Ни одного не найдешь нигде, иначе бы он был в церкви, а не в секте. Девятый стих. Они отвяжли Слово Господа. В чем же их мудрость? Десятый стих говорит. Что они занялись корыстолюбием, и в этом утонули все, от пророка до священника. Все действуют лживо. Но это уже про нас, у них священников нет. Где говорится о священниках, это католики, православные, григоряны, армяне, всем. Все до одного действуют лживо. Лживая трость книжников. А почему? А потому что Слову Божие не дали достойное место. Слово Божие, если было бы во главе, монашество как институт никогда бы не возникло, потому что оно совершенно антиевангельское. Господь говорит, идите, проповедуйте по всему миру. Ждите обещанного духа, и будете мне свидетелями. Тут толковать совершенно нечего. Евангелие от Матфея, 2 глава, 4 стих. О том, что в Израиле книжники были очень известные люди, это центральная, главная, господствующая, направляющая партия была. И руководящая, как вот КПСС. И когда случилось, что к Ироду зашли волхвы, звезда вдруг исчезла, Ирод сразу призвал книжников узнать где. А почему? Ну это справочное бюро. Туда нужно было обращаться. И Игорь написан, он собрал книжников и спрашивал у них, где должно родиться Иисусу. И они абсолютно точно показали, но сами туда не пришли. Никто так не преследовал Христа и не подыскивался, как фарисеи. Но не надо забывать, что апостол Павел был фарисей из фарисеев, династический фарисей, не в первом колене фарисей. И вот, однако, эта секта, так называется, их так и называют, сектой фарисейцев, фарисеев, а они дали самого высшего апостола из всех. Я сравниваю фарисейство, это сегодня старообрядчество, больше ни с чем. Все знают, все за самой мелочью, все раскапывают, где, когда, что, как иудейские фарисеи. Но когда дело доходит прямо ко Христу привезти, этого нет. Где угодно будут водить. И Евангелие никаким почем-то не пользуется, его не любят, потому что отражение ветхозаветнее на нас очень сильно. Матфея 8 глава 19 стих. Книжник сказал, учитель, я пойду за тобой, куда бы ты ни пошел, какие они были бы ревностные. И он сказал это искренне. Но до конца не было сердца отдано. Господь сразу ему показал, у меня и голову преклонить теги, квартир у меня нет, дачи у меня нет. Птицы более обеспечены жильем. И звери имеют нору, а мне негде от типа года спрятаться. И написано, что отошел он. Дальше. Что о них говорится? Вот. Книжники. Это писцы. Так переводится. По-еврейски соферим. Даже слово узнал. Поэтому они сохраняли Слово Божие. Это была их, великая заслуга была их. Они стали изучать Слово Божие и стали давать толкование. Но все в конечном счете толкование вышло не в ту сторону. И когда пришел Христос, они его совершенно не узнали. И Господь их за это обличал. Главное их качество осталось не сохранение Слова Божия, а превратить Слово Божие, извратить. Закон прямо повелевал о родителей заботиться. Кто не счит отца и мать, жизнь того будет короткой. Чтущий долголетит будет на земле. А они сделали, кто скажет отцу и матери то, что я в храм пожертвовал, только сказал, может и не заботиться. И Господь говорит, вы, говорит, преданием вашим устранили заповедь человеческой лицемеры. Первая езра, 7 глава, 11 стих, говорит о том, что они толковали Писание. И к этим толкованиям появлялись новые учителя, снова толковали Писание. Когда второзаконие, 4 глава, 2 стих говорит так, ничего нельзя добавлять Слово Божие. А они добавили ни худо, ни бедно, а 613 заповедей к закону Божию. Из этих заповедей 248 у них были как повеления, а 365 запрещающие. Может быть это и надо было, если бы они не устранили этим заповедь Божию. Появились в основном они, эти записи у них, где-то около 200 года по Рождестве Христова. И у них у евреев сегодня отдельная книга, называется Мишна. А вот к Мишне они стали еще добавлять, уже самую Мишну толковать и расширять. Называется Гемара. И вот Мишна с Гемарой, это всем известный Талмуд. Вот теперь мы уже знаем. А Талмуд делался для евреев сегодня, говорит, второй Библии. Что в Библии сказано, это меньше всего, главное Талмуд. И я посмотрел, это чисто православное. Это каноны, каноны, а на каноны, а каноны теперь у нас своя Гемара. А что тут? Бальсамон, Зонара, Христит. Один к одному все так и идет. И что бы ни сказал священникам, а канон такой-то, вот это так-то, и нам обязательно без патриарха нельзя, и только надо. Ничем мы не отличаемся. То есть иудеиство на новозаветнем виде на русской территории. Вот эти книги, они все свои, которые написали, в Талмуд переводится слово учение. Прямо сильно к нам относятся. Вот. И Господь обличал Матфея, 15 глава, 9 стих, Марка, 7 глава, 7 стих. Это были богословы и юристы в Израиле. Но говорится, что у них было две школы, школа Гиллеля и Шаммая, которые растолкнули, как бы сказать, по-нашему два университета, которые подготавливали своих юристов, законоведов. Вот. Эти две школы, они между собой не очень дружили. Более снисходительное, многое, как-то более такой по экономии, это школа Гиллеля. Из школы Гиллеля вышел Гамалиил, а от Гамалиила апостол Павел. И у них было многое, то, что очень похоже на изречение Христа. И иудеи считали, что Христос как раз выходец из школы Гиллеля. У них было на это основание думать, потому что слова Христа некоторые, вот я стал сравнивать, прям близко, одним словом только разница. И ясно, что они раз раньше были до Христа, легко было предположить, что Христос от них взял. У них такие вопросы стояли. Воскресный день, а у человека две голубятни. От одной голубятни на другую можно лестницу перенести или нельзя? Так голуби, они камни, сдохнут они. Так. А вот ставни, ставни на втором этаже закрывать. Один ставень закрыл, а второй лестницу можно перенести в субботу или нельзя? Вопрос стоял решительно. Они просто так, это мы говорим, они не умыли руки, ели, ничего. Почему они не сказали ему? Потому что эту заповедь они приравняли к прелюбодеянию. Из-за неумытой руки грозила смертная казнь. Слишком серьезный вопрос состоял. Как у старобрецов Курева, там, епископ Иннокентий, он приравнял к гомосексуализму. То есть берешь то, что в рот тебе не положено, ну, как-то что-то сходится, как бы внешне хотя бы движение, в рот и прочее. Но явно, что одно другому, ну, никак не может быть одинаково. Они стали ставить вопросы. У меня были субботники, приходили. Я их угощаю, адвенция седьмого дня. Они сразу спросили, воскресный день, а хлеб у вас когда купленный? Я в воскресенье покупаю. Ну да, а если вы его в субботу вчера купили, то мы его есть не будем, потому что если нельзя трудиться нам, то и вы не должны были трудиться. Я оттуда тогда взял воскресный день в магазины не ходить. Я по сегодняшний день ни разу не ходил. То есть общение с ними дало мне толчок один день полностью посвятить для Господа. А у нас некоторые скольдающий график не было. Некоторые, ну, через день, через воскресенье приходят. А некоторых мы больше месяца не видим. Вообрази, что все так. У нас храм бы опустел в один день. Мы сегодня должны решить вопрос, что эти люди? Кто они? Просто не ходил? Мы исключим его. А если он прикрылся работой, тогда вроде можно. А евреи поставили так. В воскресный день едят, допустим, яйца. А курица снесла его в субботу или нет? И с Шамаем более строгой была школа. То он разрешил все-таки курица неосознанно. И корова есть траву в субботу, однако мясо едим. Но Гелий сказал нет. Курица была рядом, точно кудахтала. И все, что в яйце, это точно только к одной субботе относится. А там не поймешь мясо, куда распределилось. Вот какую точность они имели. Ну и к чему они пришли? У них было три титула. Рав, Рави и Раббан. Христос относился к средней группе учителей. Это с начальным образами, с средним и с высшим. Вот как раз Раббаны это отцы, которые заседали в Синоде. Абсолютные знатоки. Считаем в Матфея 23 глава и 7 стих. Они очень любили называться отцами, учителями. И учителей ставили намного выше отцов. И прямо записано. Вот пишут он в Демаре, что если с тяжести идут отец родной и учитель, ты к кому должен первым помочь? Вопрос даже ставить нельзя. Греховно. Ты должен учителю помочь. А отец пока постоит с тяжестью. Если отец и учитель слепые, кого первого через дорогу перевезти? Если враги годятся, в первую очередь, конечно, учителя. Почему они и любили называться? Потому что по статусу учителя положена была им особая столовая там в крайкоме КПСС. Они проходили. С этими льготами не жили. Вот так он и толковал. Однажды к Шаммаю пришел, говорит, язычник. Почему он поставил такое условие? Я согласен быть евреем и обрезаться. По-еврейски жить. Если ты учить меня будешь, стоя на одной ноге. Тот сразу его прогнал. А когда, говорит, к Гиллелю подошел, тот сразу встал на одну ногу и стал его учить. И говорит, не делай ближнего, что тебе не хочешь делать. И опустил ногу. А остальное все к этому идет, говорит. Иди учись. И на Гилле очень многое мы можем взять. У евреев вообще в законе-то того не было, чтобы идти и проповедовать. Но вот как раз фарисеи проложили дорогу христианам. Наша особая благодарность должна быть тому времени за то, что они людей приготовили. И везде строились синагоги. Сейчас даже удивительно. Приходит апостол в город языческий. В синагогу зашел день субботний. Откуда это они и провели. А в синагогах они постоянно проповедовали и говорили, ожидая освобождения от римского гнета. А это сделает особый машеах. А этот машеах как раз, Павел говорит, тот самый, которого вы и проповедуете. Он даже памятник сказал. Неведомый Бог, это он. А тут ясное слово сходится от корня Давида. Они только доказывали. Говорят, плохо, что была Римская империя. Нужно посмотреть с другой стороны. Плохо, когда раздроблена. Я не могу сегодня в Эстонию попасть. Просто так. А тогда была одна Римская империя, одна дорога. Не надо было ни паспортного режима, ни визу открывать, ничего. Апостольская проповедь, евангельская, потекла по всему миру. И везде уже впереди прошли книжники и парисеи, построили синагоги. А там язычники слышали. Они их держали как бы в отдалении. Но многие язычники слышали о пришествии Христа из такой легкости, поэтому они и приняли. Матфея, 7 глава, 12 стих. Он говорит, как хотите, чтобы с вами поступали, так поступайте и вы. Гелель даже писал такое. Не ученому трудно избежать греха. То есть, для не ученого закрытое небо, вывод делался такой. Это сильное побуждение было для детей учиться. Мы чуть-чуть-то переначем, скажем, если детей не научили Слову Божию, Царство Небесное может вообще тебе быть неизвестным. Ты его искать не можешь. А учитывая, что другой школы не было, и с такой строгостью не это держали, в этом была большая польза. Фарисеи по-еврейски это перушим. Это толкователи. Это мы самые есть. Я подумал, вот у нас только толкование, и как есть. На каждом шагу у нас и Мишна, и Гемара. Соксиканты так к этому не относятся. У них это не писанное толкование. А у нас написано. И фарисеи вывели так. Что если бы оказалось, что спасутся только два человека на небе, и узнали бы точно, все небо из двух человек, то один из них обязательно был бы фарисей. Но, в общем, с такими-то претензиями сегодня все верующие, каждый считает, что только одни. А их вера спасается, ты еретик, переходи к нам. Так что в данном случае это мы никуда не ушли от фарисеев. Мы очень близки к ним. Иисус Христос подчеркивал, что вот эта внешняя у них самосвятость, она привела к пустосвятству. Они внешность чаши скоблили до блеска. Он говорит, а внутренность полна мерзости. Ну, кто может сказать, что, о, у меня-то уж этого нет. Да может, мы-то первые фарисеи и есть. Внешне все как будто по форме сделали. А внутренне, вот и надо посмотреть, чтобы Слово Божие нас привело на небо-то. Так, они еще многое говорили о том, что встречается каждый день в нашей жизни. Малые какие-то законы приводили на память, что было им известно. И своих отцов, дедов брали. И эта школа постоянно расширяла требования какие-то. А Господь сказал, когда Он подошел, какая главная заповедь. Он имел заповеди не десяти слов, а там все главные. А вот из этих заповедей, которых было 613 написанных, какая самая главная? И самое главное оказалось любить Бога. Я нахожу, что любовь к Богу заключается в том, Господь говорит, если любите Меня, соблюдите Слово Мое. А Слово Мое в Слове Божием. И отсюда можем сделать вывод, что мы тысячи-то лет не эту главную, эту заповедь не очень держали в уважении. Если мы услышали сегодня, что праведность наша не произойдет праведности книжек афарисеев, то мы должны ее превзойти в первую очередь в любви. Самое отрицательное качество афарисеев было лицемерие, чтобы у нас не было двоедушия. Мы искали всюду и везде истину. И когда спрашивают, ты за кого? Мы, говорят, должны поднять палец и сказать, за истину. Ничего дороже истины нет. Если мы где-то находимся на работе, или соседи, близкие, не знают, что мы верующие христиане, то не лицемерие ли это? Двоедушный ни один человек на небо не попадет. Это однозначно. Высоко думать о себе и соответствовать этому мнению, пусть о тебе скажут другие уста. Почему сегодня люди так дробятся в православии везде? Самую главную истину не знают. Это я могу доказать совершенно любому, что все эти, которые не соединились с московской патриархией, а заранее отошли, они практически мало чем отличаются друг от друга. Библия на первом месте не стоит. Везде славянский язык. Везде определяется духовная жизнь. Вы не догадаетесь, с чем. И кто об этом говорил? Иоанн Шанхайский говорил, митрополит Виталий говорил, это высотою монашеского строя. Это самое главное. И самое главное держаться за старый календарь. Да чем же мы отличаемся от фарисеев-то? Так наша праведность должна превзойти, зайти выше. Если это было какими-то маленькими ступеньками ко Христу, то Господь-то нас прямо к себе приблизил. А на Голгофу-то пойти за Христом мало какой фарисей решится, потому что есть такое выражение, лицемер тайно не молится. На глазах прийти, вот так это еще можно. А чтобы дома, когда никто не видит, да тайно подавать милостыню, на это надо услышать слова Христа. Наша праведность должна превзойти праведность книжников и фарисеев. Если Господь говорит, что если она не превзойдет, то никто не может увидеть царствие Божие, то слышу, что мы сейчас о их мелочности сразу решительно сказать, это никакой роли может и не играть, но мне помогает, мне сжимает эта форма, все остальное. И в молитву свою это и ставить, Господи, не фарисей ли я? Потому что все, что церковь нам дает, она дает по высшей программе. Она на меньшее никак не соглашается. Это всем умом, всем сердцем, всей душой, всей крепостью не одну только видимость давать. А фарисеи любили, приходя официально, чтобы заявить, а может записаться на храме, вот такой-то участвовал в строительстве храма Христа Спасителя. Да ты дал-то во-первых из награбленного, а во-вторых ты дал тысячную долю. И Господь им показал, одна какая-то вдова, положившая две лекты, больше всех положила, а больше всех положила, больше всех на небо пришло. То есть она превзошла их праведность. И когда монахи высоко думали, Господь их отправлял, видя, что он уже одной молитвой молится. А есть ли кто такой на земле? Это не фарисейство. Но если таких больше нет, как я, и Господь тогда останавливал, и в этом был большой резон, и отправлял их куда? Ни к учителям, ни к патриархам, а иди, кто первый встретится. Видимо, еще все спят, и какая-то с дежурства ночного возвращается, блудная женщина. И он сразу от нее научился, Ефрем Сирин, сладкозвучный пустынный соловей, научился и вернулся. Другой раз посылает ему опять к женщинам. Я все удивляюсь, почему таким великим учителям, фарисеям нового века, новозаветним, учителями вдруг стали женщины. И нигде ни одного имени этих женщин, учителей, которые были учителями, учителей не сохранили вообще. И они даже, эти мудрецы, монахи-то, притом знаменитые монахи, не какие-то, а как Антоний Великий, и они даже не спросили это имя, и они его не оставили нам в истории. И биографию этих жен мы нигде не знаем. Вот оно где фарисейство. Поэтому под взглядом, то есть во свете слова фарисей, мы можем смотреть на все, что до нас было. Да не коснется нас худшее из фарисеев. Но самое лучшее, через что Господь привел великого фарисея и сделал его самым великим апостолом. Аминь. Спасибо. Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok